Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Министерства труда с предложением ввести в Россию шестидневную рабочую неделю. Об этом сообщает партнер нашего медиахолдинга «Известия». Представители ассоциации отметили, что введение санкции Евросоюза против России значительно увеличило нагрузку на экономический сектор. Ассоциация предпринимателей «Аванти» предложила увеличить рабочую неделю еще на 8 часов, ссылаясь на то, что это поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и реализовать задачи, поставленные на 2023 год. Также привели в пример опыт азиатских и европейских стран. Так, в Неаполе и Иране установлены шестидневные рабочие дни, а в Бельгии и Турции допускается занятость до 48 часов в неделю. Но как подобный рабочий график повлияет на здоровье человека? Врачи настаивают на сбалансированном режиме работы и отдыха, говоря о том, что человек после полноценного отдыха работает в разы продуктивнее и без вреда для здоровья. Большинство людей с нетерпения ждут выходных и планируют домашние дела так, чтобы успеть все сделать в эти заветные два дня. А что об этом думают жители Твери, узнали на улице города. Как вы относитесь к шестидневной рабочей неделе? Отрицательно. Почему? Мне пяти хватает. Вот так вот. Конечно, пятидневку. Почему? Потому что у людей два дня выходных – это хорошо. Ну, люди должны отдыхать, чтобы полдотвор не работали. Лучше пять дней хорошо поработать и два дня хорошо отдохнуть. Мне два через два подходит, наверное. Три через три, как-нибудь так. Два выходных, ну, в принципе, седневка, да, нормально. Не знаю. У меня работа, я, бывает, и ночью работаю. Шестидневная рабочая неделя, она увеличивает нагрузку в эти пять дней. А шестидневная, она позволяет как бы более правильно распределить рабочее время, чтобы она была неделя полегче. Но один выходной тоже как-то мало. Поэтому все зависит от организации и от того, может ли она себе это позволить. Отрицательно. А потому что нужно и домашние дела делать, и как-то это самое, ну, и о себе позаботиться. А шесть дней у меня мама работала, шесть дней, и один день отдыхала. Это очень мало, мне кажется. Чем меньше мы работаем, тем, наверное, для женщин, я думаю, наверное, было бы даже лучше. Негативно. Негативно, да. Нужно отдыхать. Два дня отдыха – это как раз. Один день отдыха – вообще ни о чем. Там даже не отдыхаешь, ты думаешь о том, что тебе завтра на работу. Полностью согласна, да. А два месяца назад хотели ввести четырехдневную рабочую неделю. Думаете, это лучше или лучше все-таки пятидневка? Наверное, пятидневка оптимальная. Да, все уже привыкли, уже нормально. У всех устаканилось, что суббота, воскресенье, выходные, а пятница все-таки рабочий день. Ну, такой уже. Перед выходными как раз. Так что, да, нечего тут. Какие-то нововведения. Тверичане отрицательно относятся к увеличению рабочей недели, поскольку уже привыкли к законным двум выходным. Напомним, ровно год назад, в мае 2022-го, в Госдуме заявили, что переход на четырехдневную рабочую неделю состоится уже в недалеком будущем. Зарплаты при этом останутся теми же. Как говорится, не хотите четырехдневку – получайте шесть полноценных рабочих дней. Но как быть с профессиями, которые необходимы обществу круглосуточно? Врачи, МЧС, правоохранительные органы – также профессии, связанные с непрерывным производством. Представители этих сфер не могут себе позволить работать по стандарту. Поэтому каждая из этих организаций самостоятельно составляет график работы так, чтобы сотрудники не перетруждались, а рабочий процесс оставался непрерывным. Поэтому решать, какой будет рабочая неделя, необходимо в первую очередь конкретному работодателю, который знает рабочий процесс своего предприятия изнутри и умеет наладить график по наиболее оптимальной схеме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова